Рос здоровый ребенок сделали прививку, стал инвалидом. Подобных историй сотни, если не тысячи в любых социальных сетях. Мир разделился на прививочников и антипрививочников. Одни убеждают, последствия от инфекции, против которых проводится вакцинация, гораздо страшнее самих прививок. Другие считают, вакцинация заведомо калечит здоровых детей. Мы в принципе живем в вакцинзависимом мире. У нас очень много инфекционных заболеваний, которые протекают крайне тяжело, либо со осложнениями, либо со смертельными исходами. Дети, иммунитет, вернее, детей, он не сформирован настолько, чтобы бороться с теми или иными инфекционными заболеваниями. Именно поэтому мы и делаем прививки. У Николая Куницкого двое детей. Прививки в этой семье дочерям не делают. Я не уверен, что когда детям делают прививки, каждой мамочке рассказывают о том, что могут быть какие-то последствия этой прививки, что что-то там какие-то. 157-й федеральный закон, редакция от 2018 года, говорит, что граждане при осуществлении иммунопрофилактики, имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, в последствиях отказа от них, возможных поствакцинных осложнений. Сегодня Николай не делает своим детям даже пробу манту. Считает, его дочери вырастут здоровыми и без вакцинации. Отказ от вакцинации оформляется в письменном виде. Врач обязан проинформировать обо всех последствиях, которые могут ожидать непривитого ребенка. Родители должны принимать решение обдуманно. Вся ответственность за здоровье малыша в этом случае ложится на его представителя. Каждый родитель решает сам проводить вакцинацию или не проводить вакцинацию. В соответствии с федеральным законом об иммунопрофилактике у нас проводится вакцинация на добровольной основе, поэтому все родители подписывают согласие перед проведением иммунизации. В медицине есть такое понятие – поствакцинальная реакция, которая может возникнуть от 48 часов до 30 суток после проведения прививки. Врачи всегда предупреждают родителей о возможных последствиях вакцинации и рассказывают, как вести себя в поствакцинальный период. Это могут быть как местные, так и общие реакции. Например, незначительное повышение температуры тела. На сегодняшний день у нас поствакцинальное осложнение не регистрируется за исключением редких единичных осложнений на вакцинацию против туберкулеза. По словам Евгении Воробьевой, ни одно осложнение, якобы вызванное прививкой, сегодня не подтверждено. Но есть такое понятие, как совпадение – развитие заболевания в поствакцинальный период. Перед каждой прививкой ребенка должен осмотреть врач-педиатр. И если нет никаких видимых признаков вирусной инфекции, он разрешает ставить ребенку прививку. Проводя вакцинацию, вирусная инфекция проявляется уже непосредственно в первый день, в первые двое суток после вакцинации. И поэтому получается такое совпадение, именно разгар вирусной инфекции в поствакцинальном периоде. Но это не поствакцинальное осложнение. Нет причинно-следственной связи между вакцинацией и развитием вирусной инфекции. Не пустить непривитого ребенка в детский сад или школу нельзя. Если родители решили полностью отказаться от вакцинации, их ребенок может спокойно посещать любые государственные учебные учреждения. У нас в соответствии с законом, опять же, об иммунопрофилактике, таких детей мы допускаем в детские сады. Но только в том случае не допускается, если в детском саду идет на данный момент вспышка того инфекционного заболевания, против которого ребенок не привит. Что касается других инфекций, например, полиомиелит. Есть дети, которые не привиты, и есть дети, которые получают живую полиомиелитную вакцину в соответствии с нарушенным графиком вакцинации. Это не значит, что нарушается какое-то законодательство. То есть все дети точно так же прививаются в соответствии с национальным календарем, по схемам, все как положено. Ну, были какие-то на то причины, там медицинские отводы или также отказы, и родители определились, что к этому времени начнут прививки делать. И поэтому ситуация получается, что в одной группе оказываются дети непривитые, и те, которые получают капельное введение живой полиомиелитной вакцины. Так вот, таких детей, которые непривитые в соответствии с санитарными правилами, в соответствии с законом, они отстраняются от коллектива на срок до 60 дней. Делать или не делать прививки детям – выбор каждого родителя. Главное помнить, в ваших руках самое дорогое – жизнь и здоровье маленького человека. А перед вакцинацией надо обязательно пройти осмотр врача-педиатра, а также сдать общие анализы – крови и мочи.